В сентябре ожидается пахальное политическое событие. Мы будем выбирать нового губернатора Ульяновской области. Каких перемен ожидают ульяновцы от нового главы региона? Сейчас мы узнаем. У нас и старый был неплохой, но от нового мы хотим, конечно, чтобы наш город цвел, становился чище, рабочие места обязательно для молодежи, зарплата для молодежи. Абсолютно. Чтобы все меняли. Абсолютно все. Лекарства бегут, айда пошел, не догонишь. И все остальное. Детями никто не занимается. Никто. Образование ЕГЭ. Это безобразие. Пенсионерам добавить. Естественно. Ну, что, льготы или какие-то специальные... И льготы, и льготы. И вот я живу с мамой в квартире, да, ей 85 лет. Она у меня должна уже не платить за капремонт. Ну, частница я квартиры. И почему-то с нее берут деньги. И медицина, и образование, и социальная сфера. Ну, много бы чего хотели. А конкретнее лично вывод? Да ну, я бы лично, нам пенсию, чтобы подняли. Она очень маленькая, на нее прожить невозможно. 9,800, это, знаете, нереально просто. Ну, что, зарплату прибавляла, Манинка, цены сдерживала. Как все. Цены куда взлетели? Ужас один. Когда этот хлеб у нас 40 рублей стоил? 300 грамм. Ну, транспорт, во-первых. Вот я на тутях живу, у нас тяжело уехать. Мы можем только с пересадками в основном. Вот так, мне кажется, все хорошо. Больше думать о пенсионерах, о простых людях. Меньше уничтожать зелень в городе Вульяновске, потому что сплошь и рядом деревья вырубают, спиливают под видом того, что они уже отжили свой срок. Скорее всего, образование, потому что сейчас, ну, школы, образование в школах вообще никуда не годится, потому что надо менять, скорее всего, саму систему образования. То есть, либо усилять определенные школы, или услаблять другие школы. При первой четыре школы, центральные, в них уровень образования много выше, чем в 40-м, в 11-м лицее. То есть, скорее всего, это для меня главное будет. Порядок навел? А в каких областях? Ой, прежде всего, в здравоохранении. Все остальное приложится, если будут люди здоровые, веселые. Наверное, повысится количество рабочих мест. Мне кажется, это самое важное. Если у людей повысится покупательская способность, все остальные сферы жизни пойдут. Привлекать инвестиции, открывать новые рабочие места. Тогда город расцветет опять. Лучше жить, хорошее, чтобы человеком был и народ уважал. Больше ничего не хочу. Все равно, если скажу деньги, он все равно не даст нам деньги. Продолжение следует... Продолжение следует...